Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С какого возраста подросток может начать работать? Как летом найти работу школьнику старших классов? Кто поможет подростку выбрать будущую профессию? В нашей студии директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара, молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина. Ольга Юрьевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Рад вас видеть. Здравствуйте. Лето, каникулы, замечательное время. Три месяца. Но при этом для подростков, ведь это время не только для отдыха. Это еще и возможность подработать. Кому-то, может быть, это и необходимо. Вот хотелось бы об этом поговорить. Для начала, а вакансии есть для подростков? Конечно, согласно с вами, летний период – это время. Действительно, не только для оздоровления и отдыха, но и время, когда ребенок может провести, скажем так, время с пользой. Получить какой-то трудовой стаж, заработать денежные средства, познакомиться с трудовым коллективом. У нас на территории городского округа «Самара» действуют муниципальные и областные программы, в рамках которых организуются временные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Конечно же, это виды работы, которые, как мы называем, легкий труд. Те работы, которые может выполнять подросток, и при этом к нему не предъявляются какие-то там определенные требования по уровню знания, профессии и так далее. То есть это какие могут быть вакансии? Такие как помощник специалиста, это работа с документами, ксеркопирование, тиражирование, составление списков. Это, в принципе, может быть и работа, помощь какому-то специалисту, например, в рамках проведения мероприятия определенного детского или для взрослого населения. Сюда входит также курьерская деятельность. Некие виды работы мы предлагаем также на улице. Это такие вакансии, как помощник садовника, работа с клумбами, высадка цветов, посадка, прополка, уборщик территории и подсобный рабочий. В июне месяце у нас были вакансии для подростков, которые прошли через школу вожатского мастерства, и они работали помощником вожатого в лагерях дневного пребывания у нас на территории города, при школах и детских образовательных учреждениях. Ну, вот об этом мы, кстати, потом подробно поговорим. Я даже и предлагаю сюжет об этом. Посмотрите, это очень интересная тема. Вы сказали, что можно уже начать и стаж получать. То есть я правильно понимаю, что подростоку открывают трудовую книжку, заводят трудовую книжку? Обязательно. Это официальное трудоустройство, да, и это уже ходит в общий трудовой стаж. И у нас мы уже сейчас второй год, получается, заводим электронную трудовую книжку. Вот вы сказали, что подростков отправляют, скажем так, не на тяжелые виды работы. Но это понятно, это справедливо, это законно. Вот двумя руками за. Но при этом, вот если так положить руку на сердце, детям платят деньги все-таки за работу, вы понимаете, о чем я говорю? Или, скажем так, за то, что он туда пришел? Нет. Почему легкий вид труда? Потому что я начну с того, что подросток, вообще труд подростка у нас очень охраняется в государстве. У нас есть определенные нормы, которые у нас зафиксированы и в Трудовом кодексе Российской Федерации. Определенные нормы есть в блоке охраны труда для несовершеннолетнего, да, где ребенок может поднимать определенный вес груза, там, находиться в таком-то помещении, какие у него интервалы должны быть, перерывы для отдыха и приема пищи, да. Вообще у подростков период отпуска больше, чем у обычных граждан, да, не 28 дней, а больше. Вот за этим, конечно, важно следить и важно смотреть на это. Если говорить непосредственно про трудоустройство уже на рабочих местах, то, конечно же, зарплата выплачивается подростку за выполнение определенных видов работ на рабочем месте. За выполнение. За выполнение, обязательно. То есть с ребенком мы заключаем трудовой договор, срочный трудовой договор, где прописывается, какую должность он выполняет, да, какие виды работы он там выполняет, какой период у него, да, кто у него ответственный в организации, да, и по окончании работ обязательно ответственный направляет нам сведения, летабель учета рабочего времени на этого подростка. Речь, конечно же, идет про то, что если организации в летний период приглашают к себе подростков, то они в первую очередь ожидают, что подросток, ну, будет выполнять работу добросовестно, качественно, да, что организация, как правило, заинтересована в том, чтобы эти молодые кадры, может быть, в будущем пришли к ним на рабочие места. Ведь мы сотрудничаем с большим количеством предприятий, у нас более 100 работодателей, это и промышленные предприятия, это и государственные, муниципальные организации, это и общественные организации, учреждения, скажем так, городского хозяйства. Например, на промышленных предприятиях организовано так, что в первый рабочий день ребенку, детям, кто пришли к ним на работу, проводятся экскурсии по предприятию, знакомят вообще с деятельностью этой организации, проводят в музее, показывают историю предприятия, да, то есть работодатели, скажем так, очень подготовлено ждут ребят и хотят, чтобы первое рабочее место им запомнилось. Поэтому мы хотим, чтобы со своей стороны ребята тоже, если они решили, что идут работать в летний период, чтобы, как бы, как сказать, основная цель была не просто заработать денежные средства, отсидеться где-то в уголочке, да, а мы хотим, чтобы ребята чему-то научились, познакомились с трудовым коллективом, познакомились вообще с коллективом, да, посмотрели, какие правила, какая культура существует в этой организации, определились, возможно, с выбором профессии, да, потому что здесь некие моменты и профориентацию существует, да, безусловно, и мы об этом еще отдельно поговорим, это очень важно. Вот, поэтому все-таки мы за то, чтобы это было взаимокачественно с двух сторон. Ну да, то есть чтобы дети, с одной стороны, дети не ленились, то есть приходя на рабочее место, и с другой стороны, вот, чтобы, ну, работодатели им показывали. А вот вы сказали, промышленные предприятия, а какие вот много, на самом деле, куда приглашают охотно? На промышленные предприятия у нас много лет с нами сотрудничают, и такие организации, как Самарский завод приборных подшипников, где очень хорошо организованы системы наставничества тоже, да, авиакор, завод экран, да, Самарский стройфарфор, да, то есть достаточно большое количество, которые с нами сотрудничают из года в год, да, то есть в любом случае, если ребенок понимает, что он свою будущую деятельность хочет связать сферой, да, там, технической, пожалуйста, можно посмотреть, да, как устроено это предприятие, поработать, тем более периоды трудоустройства небольшие, и понять, что понравилось, что не понравилось, насколько это тебе, скажем так, близко по духу. Ну, и здесь немаловажный момент, конечно, я всегда говорю, вот, трудовые воспитания, то, что, ну, то, чем надо заниматься, то, что иногда все-таки, может быть, родители не доделывают, там, излишне опекая и, там, балуя своего ребенка, ну, давайте уж называйте очистительными временами, в последнее время это часто бывает, к сожалению, и здесь вот та возможность ему реально прикоснуться, вот, как зарабатываются деньги, что такое труд, как это выглядит? Да, абсолютно с вами согласна, я бы даже здесь, наверное, двум моментам уделила внимание. Первый момент – это вообще о том, что родители все равно должны провести подготовительную работу дома, да, перед моментом трудоустройства. Ну, и в любом случае это должна быть беседа какая-то, да, что, может быть, дети разные, да, может быть, у кого-то высокий уровень тревожности ребенок волнуется, то есть родителю надо успокоить все-таки ребенка, да. Ольга Юрьевна, наверное, не ребенка, а подростка, но ребенок, я понимаю, как по-моему, рассуждается. Конечно, да, подростка. Не надо его гладить по головке. Подростка, который хочет работать. Да, своим примером, возможно, показать, кто с какого возраста начинал трудиться работать, да. Если это какие-то трудовые династии, опять же, завести разговор. Это полезно, это нужно, это, как бы, благодаря этому крепнет семья, скажем так. Следующий момент – обязательно вечером проговорить с ребенком, что им понравилось, что не понравилось. Но, как бы, не выставлять критически это, да, а поддержать ребенка. Все-таки ребенок проходит процесс адаптации. У всех он, это естественный механизм, да. И вполне возможно, что ребенок, что-то ему могло подростку не понравиться, что-то могло, что-то он там не сразу понял, да. Он мог растеряться, у него может проявиться злость. Это вполне нормально. Задача родителей здесь – просто поддержать. И второй момент, который очень важный, я считаю, это родителям дать самостоятельность. Самостоятельность уже в этапе сбора документов для трудоустройства. Самостоятельность в выборе той организации, к которой он хочет пойти. Не идти на работу с ребенком, с подростком в первый рабочий день и все последующие. Это неправильно. Ну, это категорически неправильно, но давайте еще за ним подушку нести и корзину с едой, да. Да, все-таки, как сказать, это тренировочная ситуация, да, с ребенком заключили договор. Вы можете ознакомиться, вы можете, также родители могут посмотреть, что указано, да. И ваша задача, да, самому ребенку дать возможность пройти этот путь. Просто как ребенок сейчас пройдет этот путь в подростковом возрасте, от этого будет зависеть 90% успеха в будущем. Очень часто родители приходят в центр и диктуют, скажем так, свои пожелания к месту работы, да. При этом получается такая ситуация, что ребенок соглашается, и в результате, поверьте, он больше не приходит на трудоустройство, да. Когда ребенку не понравилось, да, решение принял не он сам, зачем создавать, скажем так, проблемы на пустом месте. Ну, хочется ему работать на свежем воздухе, возможно, туда идут ребята с его двора, и он хочет поработать с ними вместе. И они вместе, может быть, легче пройдут процесс адаптации, да. Или там ребенок хочет, я не знаю, ездить в другую организацию, которая находится не возле дома, но потому что ему интересна эта организация сама по себе, он, может быть, слышал от друга, что он там работал и так далее. Дайте право. Это вот мои основные пожелания родителям. Это пожелания специалиста, которые на самом деле на пользу самим родителям. Они, может быть, даже сейчас до конца не понимают, насколько, ну, вот полезное дело вы делаете. Да. Потому что вы закладываете, вы правильно сказали, 90% успеха, будущего успеха этого подростка во взрослой жизни закладывается вот именно сейчас, вот в этот небольшой промежуток времени. И наоборот, возможный неуспех может быть заложен именно сейчас, когда его начнут опекать, гладить по голове, жалеть и говорить, вот все вокруг неправы, а только ты молодец. Да. И мы видим за много лет, как растут наши дети, да. И, допустим, мы видим, что пришел подросток в 14 лет, он состоял на учете, да, там, в органах систем профилактики, да. Даже так, да? Да, очень много таких ребят, но мы видим, как с каждым годом он взрослеет, умнеет, становится больше социально адаптированным. Но наше основное правило, пусть он сам выбирает место работы. Да, он может в этом месяце поработаться в одной организации, завтра в другой, послезавтра в третьей. Ну, то есть в разных... Да это же здорово. Классно. Он наберет вот такой багаж, поверьте, он будет больше в последующем адаптивном, да. Не забывайте, что сейчас актуально в современное время. Контакты, да, контакты. И вот он работает в этой организации, он завелся, обзавелся контактами в этой, в этой. Это означает что? Что он больше будет социализирован в обществе потом. Это его гарантия успеха. И он умеет общаться с людьми, самое главное. Да. А это значительная часть работы, умение общаться с людьми. Да. Ты как-то иначе сможешь работать в своемном мире? Значит, этот ребенок не побоится. Если что-то он не понял в задании, он не побоится. Он подойдет и переспросит, и сделает работу качественно, да. То есть он не будет сидеть в уголочке там, да. И дрожать. И дрожать, да. Или не будет ждать, когда к нему там подойдут в сотый раз. Нет, он спокойно, уверенно будет работать. Ольга Юрьевна, предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу. Хорошо. В Самаре уже четвертый год реализуется проект «Школа вожатых». Он нацелен на профориентацию подростков в сфере педагогической деятельности. Старшие школьники от 14 до 17 лет с января по май проходят курс обучения. Это лекции, практика, дистанционные занятия, онлайн-тестирование, практика в образовательных учреждениях города. Эксперты рассказывают будущим вожатым об организации профильных смен, оказании первой медицинской помощи, конфликтологии, возрастных особенностях детей. Учат даже актерскому мастерству и ораторскому искусству. Ребята этим летом поедут работать в лагере в роли организаторов, помощников вожатых. И, конечно же, в их обязанности будет входить проведение мероприятий. То есть они смогут себя попробовать в роли ведущего. И, конечно же, они будут работать постоянно с отрядом, с коллективом детей. И для того, чтобы ребят слушали, слышали, они должны уметь владеть своей речью. Будущие вожатые на мастер-классах узнают об отличии сценической речи от бытовой. Получают комплекс упражнений на улучшении дикции. Практические советы о том, как грамотно представить свои личные качества и профессиональные компетенции. Алексей Низамов планирует летом трудоустроиться в детский лагерь. Поэтому, узнав в школе о курсах вожатых, сразу решил пройти обучение. Я понял, что мне это довольно интересно, так как всегда хотелось бы попробовать в роли вожатых поработать с детьми. Потому что, правда, мне это нравится. Работать с песенцами, с детками – это круто. В конце обучения участники проекта получат сертификаты о прохождении курсов. Им окажут помощь в трудоустройстве в образовательное учреждение «Самары» на должность помощника вожатого. Ольга Григорьевна, ну вот это трудоустройство, я так понимаю, это вот прям целенаправленная такая профориентация будущих педагогов. То есть отбор тех людей, у которых есть внутренние желания, потребность и все данные для того, чтобы стать хорошим учителем. Абсолютно с вами согласна. Вообще школа вожатского мастерства – это одно из самых популярнейших направлений деятельности нашего центра более уже 15 лет. И всегда в разные периоды, неважно, какие были ситуации в стране, группы набираются большие. Мы набираем группу как подростков, так и взрослых ребят от 18 лет. Если подростки работают в лагерях дневного пребывания, то взрослые от 18 лет, ребята, едут уже в лагеря не только Самары, Самарской области, но у нас многие уезжают в Краснодарский край, проходят различные конкурсы и работают там. Это, как я говорю, отдельный коллектив. Это всегда доброжелательные люди, творческие люди. Многие потом из них остаются работать в сфере образования, дошкольного образования, получают профильные, ну, скажем так, профессиональные образования на базе там высших учебных заведений, но остается работать в этой сфере. Замечательно. Причем это будут, на самом деле, вот педагоги с большой буквы. Потому что они знают все от начала и до конца. И вот нет каких-то тайн для них. Они все прошли и все попробовали. И тут бывают такие моменты, что не все, вернее, проходят ребята через школу вожатского мастерства, но работать, да, в летний период не все идут. Так это тоже хорошо. То есть понимают, да. Это не мое. Конечно, конечно, я к чему и говорю, что это важный момент профориентации. Причем это вот, знаете, на самом деле за это вам нужно, ну, просто вот поклониться, потому что вы человеку экономите время, огромное количество времени. То есть у него нет сомнений, что вот этот путь не мой, я выберу другой. Зачем мне идти по тому пути, где я потом упрусь в тупик и буду страдать и жалеть о напрасно потерянном времени и деньгах. Да, абсолютно верно. Вот если говорить о том, как найти летом работу школьнику старших классов, вот что для этого нужно? Когда нужно начинать? Какие документы собирать? Ну, для ребят, кто еще хочет поработать в этом году, да, еще есть возможность поработать в августе месяце, да, но сейчас, прям буквально в ближайшие дни надо заняться подготовкой документов, да. Один из документов – это справка об отсутствии судимости. Она изготавливается сроком до одного месяца, но если через портал госуслуг заказать, то срок, возможно, будет меньше, да. Опять же, не обязательно ехать куда-то в МВД через портал госуслуг, получить в электронном виде – это будет достаточно. И ребятам, всем ребятам обязательно медицинская справка форма 086У, она так и называется, для абитуриентов и поступающих на работу впервые. Ну, и справку с места учебы, либо копию аттестата, и ребятам, кому 14-15 лет, нужно бланк заявления, согласие родителей можно у нас взять с сайта, дома попросить родителей заполнить и получить согласие органов опеки и попечительства. Трудовая книжка заводится в электронном виде, если ребенок работает впервые или в прошлом году начинал свою трудовую деятельность, да, и реквизиты на карту нам надо также будет предоставить в центр. Если вы планируете работать на следующий год, да, то есть касается тем ребятам, кому там в этом году 13 лет, и до 1 июня, со следующего года исполнится 14 лет, уже подготовительную кампанию к летнему трудоустройству мы начинаем с 1 апреля. То есть уже 1 апреля мы записываем, назначаем дату, время для оформления трудового договора. Всегда прошу заранее, заблаговременно займитесь оформлением документов, тем более я проговорила ранее уже, что можно сбор некоторых документов доверить самостоятельно ребенку, да, взять справку с места учебы ребенок сам может, правильно? И должен даже, конечно. Да, медицинскую справку тоже можно сходить в поликлинику, да, этот вопрос. Через госуслуги, ну, здесь можно с профиля родителя заказать, если родитель зарегистрирован, но сейчас у нас многие дети на госуслугах зарегистрированы, да, то есть тут как бы бланк заявлений с сайта можно скачать. Вот интересный вопрос такой и важный на самом деле вопрос. Вы же, видите, занимаетесь не только трудоустройством, здесь у вас организация-то очень большая, и много что есть. Вот профориентация, что вы делаете, и, кстати, как вот это совместить, вот летнее трудоустройство с профориентацией, можно ли, вот что бы вы посоветовали, как специалист, как мама, потому что, ну, вот, скажем так, вот для себя, вот, если бы вы размышляли. Ну, я считаю, что каждый подросток обязательно должен сходить на индивидуальную профориентационную консультацию. Однозначно. Если... Что это такое? Это у нас в центре работают профконсультанты, психологи, которым можно записаться на бесплатную абсолютную консультацию. В среднем она занимает по времени час-час 15, где ребенка протестируют, продиагностируют, да, то есть дадут тесты, дадут заключения, да, то есть там будет указано, какие сферы деятельности ребенку будут интересны, и какую работу лучше ему выбрать, чтобы ребенку она приносила, как сказать, удовольствие, да. Мы с вами все прекрасно знаем, что на работу надо ходить с удовольствием. Причем, когда ты ходишь с удовольствием, ты работаешь лучше, у тебя эффект лучше. Конечно, конечно. Ты успешнее будешь? Да, добиться большего успеха. Очень часто и на консультации приходят родители, у которых своя точка зрения. Здесь мы с удовольствием приглашаем детей с родителями, да, чтобы совместно с профконсультантом обсудить ту информацию, которая получилась по результатам заключения. Если же у ребенка вообще нету представления, куда он хочет, у нас также есть различные мастер-классы, тренинги по выбору профессии, да, где не только ребят диагностируют, туда приходят различные эксперты, представители центра занятости, представители работодателей, и также рассказывают о возможных, скажем так, актуальных специальностях, которые будут актуальны через 5, 10, 15, 20 лет, да. Рассказывают, например, о возможностях получения какого-то целевого обучения и последующем трудоустройстве уже на предприятии, что тоже в наше время актуально очень. Ну и у нас существует много разных программ. Они, конечно же, в первую очередь ориентированы для ребят трудно-жизненной ситуации. Ну, у нас, например, есть программа Фондарконик, она уже существует много лет, называется «Путевка в профессию». В рамках этого проекта ребята, которые не имеют образования, да, по различным причинам, может быть, там была какая-то судимость, да, или выпускники детских домов, это могут быть, в свое время бросили учебное заведение и потом вот не восстановились. Есть программа, в рамках которой можно получить бесплатно рабочую специальность. Последний раз мы обучали по профессии электрогазосварщик, вот буквально весной. Очень востребованная специальность. И, кстати, деньги хорошие можно зарабатывать. Очень, очень. И интересно... Если стать профессионалом, это очень хорошие деньги. Я даже вам уверяю, что очень востребованная, даже без опыта работы, с удовольствием берут на работу наших выпускников этого проекта. И вторая специальность у нас была «Пекарь», что тоже в современном мире очень востребованная. Очень много участвовало девочек, молодых мам, которые также смогли в последующем организовать некоторые виды работ уже на дому даже. То есть изготавливать какую-то свою продукцию и в последующем... И быть, по сути, самозанятым. Да. Вот вы сказали, что приходить на тест желательно. С какого возраста? Ну, вообще рекомендую с 13. То есть в 13 лет уже можно идти? Да, да. Самый идеальный – 14-15 лет, чтобы уже была сформирована некоторая картинка у ребенка. В 17, конечно, поздновато. Но опыт и практика жизни показывают, что к нам на профориентацию приходят люди в 25 лет, которые уже получили образование, поработали и понимают, что это не его. И мы тоже работаем, и вполне и правим, как говорится, и ищем новые варианты. В 25 лет, конечно, люди несколько задержались в подростковом периоде, но, тем не менее, из него надо когда-то выходить. Да, все правильно. Потому что, вот, кстати, вы сказали о том, что, с одной стороны, нужна справка об отсутствии судимости, когда подросток хочет летом поработать. С другой стороны, ведь, если эта судимость есть, он может попасть на работу? Может, может. Ну, всякое бывает же в жизни. Да, все бывает. Нет, мы трудоустраиваемость судимости, это ни в коем случае не отпугивает. То есть это не означает, что это крест? Нет, нет, конечно, нет. Просто на определенные виды работ мы не трудоустраиваем, но даем большой спектр. Ну, поверьте, за буквально там последних пять лет судимость такая была, скажем, значимая. Только у одного ребенка, кому пришлось, подростка, кому пришлось подбирать прямо специальное место работы и так далее. Вообще нет, даже есть какие-то, если есть судимости, это не будет являться препятствием. Но это норма такая у нас есть, трудового кодекса, мы ее не можем обойтись. Это безусловно и не нужно. А, кстати, вот вообще подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, насколько они готовы работать, вот, по вашему ощущению, и хотят? Вот, бывают также разные ситуации. Мне нравится, чем программа «Путевка в профессию», что она дает тоже разные результаты. Вот приходят в проект сначала ребята, с ними работают тоже профконсультанты на протяжении где-то месяца. И учат, как составить резюме, как проходить собеседование. И некоторым ребятам достаточно даже этих знаний, они тут же находят работу и хорошо встраиваются. Вот, есть ребята, которые получили профессию, они получили как свой новый лотерейный билет. И они с удовольствием, имея за плечами негативный опыт, они с удовольствием вот хорошо трудоустраиваются и держатся. И, в принципе, да, выбирают рабочее место даже сначала, может быть, с не очень хорошим высоким заработком, но развиваются. Но есть, конечно же, процентов, наверное, 15-20 ребят, которые все равно получили профессию и на какой-то момент растерялись. Но мы вот с годами уже следим за ними, все равно они потом хорошо встраиваются в жизнь. То есть какое-то некоторое, ну, как сказать, просто вот долго этот процесс проходит у них внутри, и какое-то проходит, видно, переосмысление, и все равно они встраиваются, встраиваются, встраиваются. Просто мы предлагаем те специальности, которые востребованы, и всегда можно найти работу. Это очень важно. Это важно в наше время. Ольга Юрьевна, большое дело вы делаете, спасибо вам, на самом деле, потому что, ну, вы помогаете подросткам, вы помогаете им стать взрослыми, это очень важно. Ну, и спасибо за интересную беседу, надеюсь, что у вас все будет получаться все лучше и лучше, и мы с вами будем встречаться, вы будете об этом рассказывать. Напоминаю, в нашей студии была директора муниципального казенного учреждения городского округа Самара, молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»